Дорога раздора. Вот уже несколько месяцев село Корпысак, это в Тагучинском районе, живет неспокойно. Радения местного бизнесмена в благоустройстве населенного пункта не находят поддержки у жителей. В итоге затянувшийся конфликт. Есть ли выход? Вся вот эта грязь, она течет в речку Корпысак и впадает туда к нам в озеро, где купаются дети, там люди купаются. Пригнал экскаватор, заплатил 10 тысяч этому парню и вот он выкопал. Вот всего, навсего, значит, всему вот этому, всем этим разборкам, всему этому неприятностям, вот эта работа. Из-за этой свалки в лекарственном, уверяет Николай Семенов, и начались разногласия с Мирновской сельской администрацией. Он много раз обращался к власти с просьбой ликвидировать полигон для отходов. Но глава сельсовета Ольга Пырескина с бизнесменом не согласна. Объясняет, пробы воды с этого места показали все в норме. А ручей этот течет, 3 километра, через полтора километра вода очищается. А анализ будут сейчас брать вот в этом пруду, где возвышенность в дороге, потому что она впадает сюда. Местный водопад – одна из причин конфликта семьи Семеновых с местными жителями. Николай Иванович рассказывает, когда взял в аренду водопад и начал создавать здесь зону отдыха, вывез несколько машин мусора, в обустройство вложил 22 миллиона. Продал коттедж, взял кредит, поднял дамбу, построил беседки. В жаркие выходные сюда, из города, приезжает отдыхать до тысячи человек. Но из-за дамбы, возмущаются местные, вокруг теперь болото, а по весне – наводнение. Когда наша съемочная группа приезжала в Карпысак в первый раз, жители жаловались. Топит дома, огороды, заливает погреба. Вот болото сделали, а вот здесь был нормальный берег, а тут склон весь уехал уже. Вот мой дом стоит, вот он, он потрещал весь. Но сейчас жители идут наступление на Семеновых из-за дороги к кладбищу. Бизнесмены заключили с Тогучинской администрацией договор на аренду участка около местного погоста. Огородили территорию. И по старой дороге к могилам теперь не добраться. Ольга Семенова говорит, здесь должно появиться небольшое фермерское хозяйство. Люди ездят только по этой дороге, ходят только по этой дороге. Вы на нее и засыпали все. Вы ни сюда, ни вправо, ни влево этой дороге, а именно на эту дорогу. С какой целью? Тут 10 дорог. Да дорога была отличная. А почему накатались дорогу здесь? Потому что началось засыпать, а начали будет сюда. Пойдемте дальше. К нашему второму приезду Николай Семенов выполнил свое обещание и отсыпал новую дорогу. Она рядом со старой. Но местных жителей этот вариант не устраивает. Говорят, рядом трансформатор не по нормативам. Уверяют, зимой в этом месте ее заметает. Я беру на себя обязательства, потому что у меня люди живут в гостинице. Она будет чиститься. Я буду ее ежедневно, как только будет снег, она будет почищена. Не надо будет вызывать Пашу. Не надо будет вызывать ротор. Как кто-то умрет, значит, прокапывает там. Паша часа четыре роется. Вообще кладбище дорога должна постоянно поддерживаться. А вообще вот это кладбище... Она не поддерживалась никогда. Она чистилась всегда в зимнее время. Диалога у местных жителей с бизнесменом не получилось. Хотя против Семеновых выступают не все. Ну вспомни, Марина, организовали елку. Игрушки. На Рождество подарки для всех детей. День пожилого человека. Хотя бы кто-нибудь дал копейку. Он все это организовал за свой счет. Потом, к каждому празднику буквально... Он обещал зону отдыха в местные бесплатно будут. Все обещал. Золотые горы обещал. А когда вот встала на столе, не надо его ни зону отдыха, ничего не надо. Ни подарки его не надо. Сейчас каждая сторона пишет жалобу в прокуратуру. Вызывает экологов. И ждет решения экспертов. Мирно договориться, уверены местные жители, уже не получится. Варвара Левченко, Константин Менин. Специально для итогов недели.